Здравствуйте, глубоко уважаемые слушатели! Всем известно, что жизнь макроорганизмов, таких как растения, тесто связано с микрофлорой, в том числе и патогенной. Сегодня я хотела бы с вами поговорить о том, что происходит, когда растения и фитопатоген встречаются, каковы могут быть сценарии развития их взаимоотношений, и действительно ли там всё как у людей. Любовь и ненависть порой разделяют всего лишь один шар. Вообще, в целом, возбудителями инфекционных заболеваний растений считаются не только микроорганизмы, такие как грибы, бактерии, вирусы, но и паразитические животные, паразитические растения. Сегодня в ходе доклада мне хотелось бы ответить на 4 основных вопроса. Как патоген колонизирует растения, что может растение ему противопоставить, каковы может быть финал истории их взаимоотношений, и всегда ли растению выгодно убивать паразита, или же всё-таки выгоднее договориться. Разбирать ответы на эти вопросы мы будем на примере взаимоотношений растений и фитопатогенных бактерий. Фитопатогенные бактерии вызывают такие заболевания растений, как бактериозы. Это крайне опасное заболевание, потому что порой они могут уносить до 90% урожая сельского хозяйства. Дело в том, что не каждая бактерия, которую можно найти в поле, вообще способна проникнуть в организм растения. Для этого у фитопатогенных бактерий существует достаточно широкий спектр инструментов. По своей природе это могут быть как различные химические вещества, так и целые клеточные структуры. В совокупности весь этот набор инструментов можно назвать факторами вирулентности. В свою очередь растение тоже не будет состоять с ложа руки, оно обладает иммунной системой. Надо понимать, что иммунная система растений вовсе не похожа на привычную нам иммунную систему животных и человека. У растений нет специализированных иммунных клеток, таких как лейкоциты, поэтому в целом любая клетка растения в основном может производить так называемые факторы устойчивости. То есть, опять же, это вещества, либо же это некие структуры, которые препятствуют проникновению фитопатогенов в организм растения. Со стороны это может даже быть похоже на некую гонку вооружений. И финал у этой гонки может быть самый разный. Для начала я хотела бы привести, собственно говоря, несколько примеров того, как взаимодействуют между собой факторы вируленности и факторы устойчивости. Какие они вообще в целом бывают со стороны бактерий и со стороны растения, соответственно. Как известно, у растений клетка окружена достаточно прочной структурой, которая называется растительная клещная стенка. Она достаточно сложно устроена и состоит из множества углеводов, такие как пектины, целлюлозы, связующие гликаны. И действительно, для многих микроорганизмов растительная клещная стенка является, по сути, неприступной крепостью, потому что разрушить всю эту структуру на самом деле не так-то просто. Однако фитопатогенные бактерии нашли решение для данной проблемы. Они секретируют наружу, как уже был введен этот термин докладчиком ранее, экзоферменты. То есть ферменты, которые работают во внешней среде. В данном случае это различные элитические ферменты. Белки, которые тем или иным образом способны разрушать углеводы растительной клещной стенки и образуют в ней пробрешины, с помощью которой бактерия способна добраться до внутреннего содержимого растительной клетки, то есть до питательных веществ, что, собственно говоря, ей и надо бы. В свою очередь, растительная клетка тоже не будет, не оставит подобное вторжение без внимания. Во-первых, она может усиливать, скажем так, свои барьерные свойства за счет синтеза полифенольных соединений, например, лигнина, или же сложных эфирных соединений, состоящих опять же с фенольных соединений и глицеринов, кикатсуберин. Либо же, если брешь уже проделана, то есть дырка уже есть, ее срочно-срочно надо взлатать. И для этого растительная клетка синтезирует такой пожарный углевод, как колоза, который в бешем темпе будет прикрывать вот те бреши, которые сделала фитопатогенная бактерия. Что растения, что бактерии умеют весьма успешно травить друг друга. Значит, для этих целей у растений существуют различные антимикробные вещества, которые по времени своего возникновения в растительном организме можно разделить на три основные группы. Это фитонциды, достаточно известный вообще термин в быту. Фитонциды – это вещества, опять же, по химической природе они могут быть самые разные, это могут быть гликифенольные соединения, спирты, органические кислоты и так далее, которые образуются в клетках растений постоянно, хренивка, например, в укуоле. То есть они содержатся в растениях постоянно. И пагубно действуют на бактерию, когда та ворвалась, скажем так, вовнутрь организма растений. Вторая группа – это фитоалексины. Они синтезируются именно в присутствии фитопатогена, то есть только тогда, когда растение поняло, что в организм попал какой-то непрошенный гость. И третья группа – это так называемые полуиндуцибильные, то есть до внедрения фитопатогена они хранятся в растительной клетке, но в некой неактивной форме, например, в виде комплекса с углеводами. В свою очередь у бактерий также есть различные подсообразные химические вещества, которые могут убивать растительные клетки. По своему принципу действия они могут образовывать поры мембранов растительной клетки, нарушать работу хлоропластов, нарушать усвоение азота, очень важного микроэлемента для растений и не только, а вообще в целом, нарушать биосинтез клетчной стенки растения или нарушать синтез белков и компонентов ДНК. Однако не все фитотоксины действуют вот так вот грубо, нарушить жизнедеятельность растительной клетки и убить ее. Существуют и фитотоксины с более хитрым способом действия. Например, у некоторых бактерий, таких как псевдомонос, существуют фитотоксины, которые способны заставлять растения открывать усицу. Дело в том, что когда усица, по сути, это же такие отверстия на поверхности листа, через которые фитотопатогенам вообще очень удобно проникать внутрь растений. Ну как бы дырка, по сути, открыта, заходите. Поэтому, когда растение чувствует фитотопатоген, оно старается усицу закрыть. Однако псевдомонады синтезируют такие фитотоксины, как глины А и каротамин, которые способны действовать таким образом, что заставляют растения эти усицы насильно открыть. То есть они запускают сигнальные системы в растения, которые способствуют открытию устичных клеток. Одним из наиболее универсальных механизмов защиты растений фитотопатогенов является активный синтез, активной формы кислорода. Что такое активная форма кислорода? Это вещества, которые содержат кислород с неиспаренным атомом, с неиспаренным электроном на внешней оболочке атома. Они бывают разных типов. Какие-то активные формы кислорода долгоживущие, например, переписи водорода, какие-то короткоживущие, например, гидрокислорадикал. И все необходимые растения для того, чтобы непосредственно убить бактерию тем или иным образом. В основном, поскольку активная форма кислорода – это активные окислители, и они будут окислять те или иные компоненты микробной клетки. То есть, по сути, они обладают бактерицидными свойствами. Также активные формы кислорода могут усиливать барьерные свойства той же клеточной стенки растений за счет того, что образуют сширки между полимерами, которые образуют, собственно говоря, растительную клеточную стену. И также они сами по себе могут являться индукторами других защитных ответов в растении. Ярким примером защитного ответа растений с участием активных форм кислорода является так называемая реакция гиперчувствительности. То есть, что происходит? Растение почувствовало фитопатоген, и оно синтезирует активных форм кислорода настолько много, что убивается не только сама фитопатогенная бактерия, но и близлежащие растительные клетки тоже. То есть, таким образом, инфекция потенциальная элиминируется непосредственно на корне. Визуально это выглядит, как такие небольшие пятнышки некроза, вот как на этом листе. В свою очередь, фитопатогенные бактерии, естественно, научились защищаться от активных форм кислорода. И тут, может быть, на самом деле две стратегии, как это они могут сделать. Первое – это непосредственно защититься от активных форм, чтобы они не добрались до основных клеточных структур. Для этого бактерии секретируют экзополисахариды. То есть, это полисахариды, которые образуют углеводную оболочку капсулу вокруг бактерий, которая непосредственно физически будет защищать ее от активных форм кислорода не только. Вообще, про экзополисахариды мы еще вспомним, потому что это такие многофункциональные защитники бактериальной клетки. И второй вариант, что может делать бактерия, это с ней этики бы предотвратить синтез активных форм кислорода в растительной клетке на корне. Известна, такая реакция, называется реакция в кентонах, в результате которой образуются активные формы кислорода. Так вот, в этой реакции участвуют ионы железа, двухвалентного железа. Соответственно, железо, оно вообще в растительной клетке необходимо не только для синтеза ОФК, но и в целом это важный микроэлемент, который входит в состав ферментов, ферменты и двух белков, которые необходимы для растительной клетки для нормальной жизнедеятельности. Дело в том, что бактериям железо тоже надо, то есть оно будет явно не лишним. Что можно сделать? Его можно украсть у растей. Дело в том, что некоторые бактерии способны синтезировать такие вещества. Они, опять же, могут быть разные по химической природе. Вещества называются сидрофоры. На слайде изображен сидрофор энтербоктин. По сути, сидрофоры – это хилаторы, то есть они связывают, бактерии синтезируют их наружу, они во внешней среде, сидрофоры связываются с ионами железа, и потом бактерии, вот эти сидрофоры, уже со связанным железом, способны поглощать обратно себе в клетку. И таким образом бактерия снижает синтез АФК, и при этом себе добывает железо, которое может использовать для синтеза своих ферментов, которые, опять же, ей будут необходимы для колонизации организма растений. также, я уже говорила о литических ферментах, о литических ферментах бактерий, которые необходимы патогенам для разрушения растительной клеточной стенки. Так вот, растения тоже могут синтезировать нечто подобное. То есть, у растений тоже есть защитные белки, которые могут выполнять, на самом деле, разные функции. Их всего, они называются PR-белки, то есть pathogenized related по-английски. И их 16 групп, но в целом по функциям можно определить четыре основных направления, как они могут действовать. Первый вариант. Это не разрушают полимеры клеточных оболочек патогенов. Второй вариант. Они могут нарушать целостность мембран, то есть не ферментативным путем. Ингиберы могут быть ингибиторами ферментов патогенов и могут усиливать, опять же, барьерные свойства растительной клеточной стенки. И бороться с такими защитными белками, опять же, бактериям помогают экзополисахариды. За счет того, что они экранируют стенки бактерий от этих ферментов. Более того, экзополисахариды необходимы патогенным бактериям для образования биопленок. Биопленки бактерии образуют именно внутри растительного организма. Во-первых, они помогают прикрепиться, более успешно бактерия прикрепиться к растению и, соответственно, быстрее колонизировать. Экзополисахариды служат также своего рода плащом-невидимкой для бактерий. Дело в том, что, как я уже сказала в ходе своего доклада, растения способны ощущать то, что в их организме присутствует некто чужой. Так вот, речь идет не об органах чувств наподобие как у человека, а о клеточных рецепторах. То есть, по сути, это белки на поверхности и внутри растительных клеток. Которые способны детектировать либо продукты жизнедеятельности патогенных бактерий, либо же фрагменты их клеточных структур. Например, тот же белок флагелин, компонент жгут. Пожалуйста. И, соответственно, когда растение таким образом распознает чужеродные метаболиты, она начинает реагировать на это все и синтезирует факторы устойчивости. А синтез факторов устойчивости для бактерий может закончиться не самым благоприятным образом. Поэтому, чтобы избежать подобного распознания, особенно раньше времени, купол из экзополисахаридов позволяет бактериям некоторое время скрываться от рецепторов. То есть, своего рода он играет роль так называемого воплощения видимки. Таким образом, растительные рецепторы в какое-то время не способны распознать бактерию, что позволяет ей дольше, незаметным образом существовать в организме растения и делать свои плохие дела. Теперь поговорим о том, что необходимо бактериям для того, чтобы наиболее успешно было низить растения. Дело в том, что бактерии не всегда попадают в растения прям массово. Иногда это бывает буквально пару клеток. И, соответственно, в данном случае для бактерий важно не выдать себя раньше времени. Собственно говоря, экзополисариды как раз для этого и существуют. Дело в том, что когда бактерий немного, растению в целом достаточно просто их уничтожить. А фитпатогенам это невыгодно. Им надо размножиться. Поэтому пока бактерия одна, она сидит достаточно тихо. И все вот эти вот факторы герулентности, о которых шла речь до этого, бактерии начинают синтезировать только тогда, когда они понимают, что их достаточно уже много. И они могут совместно противостоять защитным системам растений. Но как бактериям понять, что их уже много? Дело в том, что бактерии, они тоже входит в степени люди, они тоже общаются между собой. Для этого у них существуют низковолекулярные сигнальные молекулы, которые разные по химической структуре. Бактерии ими обмениваются. У них на поверхности клеток или внутри клеток, например, есть рецепторы, с помощью которых они воспринимают сигнальные молекулы и понимают, что ага, время пришло, у нас уже достаточно много, пора синтезировать факторы вероятности и действий. В свою очередь, подобный шепот под боком растений не то, чтобы сильно нравятся. И поэтому растения используют две стратегии для того, чтобы обмануть бактерию и сказать, что нет, и на самом деле вас немного, вы одна, вы все по-прежнему одна. Для этого растения могут, во-первых, разрушать непосредственно бактериальные сигнальные молекулы, чтобы бактериям было нечем общаться. Для этой задачи растения могут также привлекать дружественных бактерий. Дело в том, что надо понимать, что растение, оно так же, как и человек, как у нас в кишечнике есть симбиотические бактерии, так и у растений. Растения не стерильные, у них существуют эндофиты, которые, в свою очередь, тоже могут помогать растениям бороться с непрошенными гостями. И второй вариант – это дезинформация. То есть растения синтезируют вещества, которые по химической природе похожи на сигнальные молекулы бактерий, но при этом, когда они связываются с рецепторами бактерий, бактерия не может распознать сигнал, и синтез литических ферментов не происходит. Еще некоторые бактерии имеют, так сказать, особые способы манипуляции растительными клетками. Дело в том, что мы все знаем сейчас, тема гемоогенов и дефицентных организмов крайне актуальна. Ученые могут в лабораториях создавать подобные вещи, однако в природе, собственно говоря, такое тоже бывает. И некоторые бактерии – это самые настоящие манипуляторы. Они способны создавать геномодифицированные растения. Конечно, не все фитопатриенные бактерии обладают такой способностью. Наиболее классическим примером является бактерия агробактериум тумифаценс. Она содержит, уже было сказано, что бактерии имеют как основную геномную ДНК, так и могут иметь дополнительные плазмиды, то есть кольцевые фрагменты ДНК, на которых располагаются пластыры генов, необходимые им, которые расширяют их адаптивный диапазон. Так вот, агробактериум тумифаценс имеет так называемый тип лазмиду, на котором находится фрагмент ТДНК. Что находится вот в этой ТДНК? В ТДНК находятся гены, кодирующие ферменты биосинтеза растительных гормонов и ферменты биосинтеза опинов. Что это такое? Дело в том, что бактерия с помощью специальных белковых систем доставляет фрагмент вот этой плазмиды ТДНК и встроит ее в хромосому растения. Таким образом, она составляет растения, во-первых, синтезировать гормоны роста, ауксины и цитокинины, собственно, и поэтому такие трансформированные клетки, они начинают активно делиться, и у растений образуются своеобразные опухоли, которые называются галлы. И эти галлы, в свою очередь, синтезируют опины. Это видоизмен аминокислоты, которые растение никак не может использовать в своем метаболизме, а вот для бактерий это является пищей. То есть, бактерия заставила растения синтезировать себе еду, и причем еще при этом в большом количестве, с учетом того, что увеличится одновременно количество растительных клеток, таких модифицированных растительных клеток. Теперь, собственно говоря, а какой может быть финал при встрече бактерий и растений? Здесь может быть несколько сценариев. Первый вариант – это нижний самый абортивная инфекция, когда, собственно говоря, взаимодействие как такового не получилось. То есть, фитопатоген попал внутрь растения и был быстро им убит. Два остальных варианта, которые наверху, они получаются в результате того, что все-таки растения и микроорганизм каким-то образом пообщались. В результате этого общения бактерии либо могут убить организм растения и уже жить на нем как с профитами, например, впоследствии. Либо уже растения и фитопатоген могут договориться и жить достаточно дружественно между собой. При этом надо понимать, что здесь тоже может случиться все, как у людей. Поначалу растения и бактерии могут договориться между собой вроде бы жить дружно, а потом случился разлад, что-то изменилось и в результате хорошие отношения могут перерастать в плохие. То есть, тот случай, когда бактерии существуют в растении и при этом развитие симптомов заболевания не происходит, называется латентной инфекцией. Когда, собственно говоря, развитие симптомов произошло, такой случай называется манифестная инфекция. То есть, латентная инфекция может в любой момент, на самом деле, перерасти в манифестную инфекцию. Какие факторы влияют на развитие вот этих событий? Дело в том, что у растений фитопатогенов, чтобы вообще в целом они взаимодействовали, должна быть обязательно генетическая и физиологическая совместимость. Что значит генетическая совместимость? Дело в том, что не каждый патоген способен заражать любое растение. То есть, у бактерий должен быть определенный набор генов, которые позволят им зародить именно конкретное растение. И в том числе у растений должен быть конкретный набор генов, который позволит ему защититься от конкретного патоге. Физиологическая совместимость здесь имеет в виду то, что бактерия может заражать растение только на определенной стадии развития, например, только во время, пока растение, например, семена или наоборот уже на стадии проростка. Или же у растения может быть разный физиологический статус, то есть, например, оно может быть либо ослаблено, ну, например, была засуха, и организм растения просто, в принципе, ослаблен другим стрессом. Либо же, наоборот, растение было обработано какими-то фитоиммуноиндукторами, за счет которого у него повысился иммунный статус, и оно более устойчиво к патогену. А теперь давайте подумать, у меня такой вот вопрос в зал некоторый. Как вы думаете, какой вообще сценарий развития взаимоотношений растений и патогена более выгоден нам, ну, человечеству, с точки зрения вот сельскохозяйственных культур, когда мы вот вводим устойчиво к патогену? Какой нам вообще вариант более выгоден? Как вы думаете? Да, латентная инфекция действительно более выгодна в данном случае. Почему? На самом деле латентная инфекция, хоть она кажется, возможно, кому-то с таким удивительным событием. На самом деле, нет, латентная инфекция часто формируется как ситуация самодействия растений и патогена, которые уже много лет существуют вместе, то есть они коэволюционируют вместе. И на самом деле в дикой природе это достаточно очень частое явление, то, что бактерии и растения живут дружественно между собой. В случае сельскохозяйственных культур в этом есть проблема. Дело в том, что когда мы в сельскохозяйственных культур проводим селекцию, часто генустойчивости растений могут теряться, например. Или в таком случае и сельскохозяйственные растения более подвержены патогенным бактериям в том числе. Чтобы решить эту проблему, как правило, существует два традиционных подхода. Первый вариант это синтезировать антибикробные препараты. Различного рода. Либо же создавать устойчивые сорта растений. Но дело в том, что как первое, так и второе действуют на бактериальной популяции не то чтобы очень хорошо. Да, на первом этапе у нас устойчивый сорт. Он убьет почти полностью популяцию фитопатогенных бактерий. Причем важно понимать, что бактерии, они не одинаковые в популяции. То есть они разные. И скорее всего в популяции бактерий обязательно найдется кто-то устойчивый. То есть тот, кто все-таки выживет внутри такого растения. Соответственно, на следующий год этот устойчивый штамп размножится. И сорт, который был несколько лет назад устойчивым, превратится в испримчивый. Поэтому, собственно говоря, наиболее перспективным подходом является как раз таки сдерживание деятельности фитопатогена в рамках как раз таки латентных инфекций. А вот как это сделать? Это, конечно, интересный фундаментальный вопрос. Над которым работает в том числе и моя лаборатория, где я работаю. Вообще, собственно говоря, чем занимаюсь я лично? Я уже много говорила о различных факторах гирулентности. Да, в своей функции многие факторы гирулентности, они активно вообще изучаются в целом в мире. Они изучены. То есть если это ферменты, то мы знаем, что, допустим, они деградируют полимеры растительных клеток. Вроде бы понятно, что делать. Однако, по-прежнему существуют различные вещества, которые синтезируются бактериями, чья функция нам неизвестна. И чья роль в развитии инфекционных заболеваний тоже непонятна. Я занимаюсь белковыми факторами гирулентности, а именно белками связи с местной функцией. В моем случае это белок СВИКС, это фактор гирулентности фитопатогенной бактерии, пиктобактериум тросептику, который разрушает некие белковые компоненты в растительной течности. Какие, на данный момент мы не знаем. И суть моей работы сейчас в том, чтобы найти субстраты белка СВИКС и понять, собственно говоря, каким образом он помогает бактериям колонизировать организм растения хозяев. Субтитры создавал DimaTorzok